друзья всем привет я начинаю новое видео итак мы приехали в апартаменты хотела сказать ну да домик у нас тут отдельный будем жить вдвоем с сыном показываю вам номер специально для вас потом вид покажу еще я сейчас буду снимать обзор нашего домика так вот тут мы поднимаемся буду потихонечку вещи разбирать в общем мы заселились уже сразу скажу мы будем два раза здесь жить но не конкретно еще в этом же месте немножко в другом тут обувь тут кое-какие продукты там 2 2 мешка гороха у виталика тут чипсы вода сейчас он там кукурузу ест вот значит горох огурцы тут у нас еще малинка было немного два мешка гороха любим горох это с поля горох как кукуруза как кукуруза как кукуруза в общем у нас тут вот такое вот место одна двухспальная кровать и одна односпальная вдвоем поесть еще оставишь мне немножко ну хорошо я возьму еще снимаю просто так вот она я не в шляпе поправилась бабушки как всегда в общем ребят такое у меня платье разбитые коленки давай что они не вкусная что ли в общем сидим и здесь сейчас то что жара на улицу не выйти но потом вечером пойдем гулять так показываю вам выключатель так вот тут душевая кабина более туалет раковина так все есть видите все чистенько перед нами прибрали помыли дверь такая вот утраж на телевизор про кровати я уже сказала немножко еще поешь пожалуйста я снимаю сейчас видео держи я у тебя попозже возьму держи погрызи еще немного идешь куда мне и класть тут у нас сетка окошечко это же я я вам уже себя показала чем ехали мы сюда ехали с белогорска доехали что не поправилась меня тоже мужик помощи кушаем и кушаем что бабушки ну ничего сейчас я похудею сейчас я похудею так это наши вещи одна сумочка вторая сумочка бэтбинтон я купила также я еще купила мяч футбольный его мы не взяли с собой взяла с собой сюда все все что нужно видите вода это тех что на хочу пофоткаться джинсы такие у меня кроссовки поэтому одела да и нам немножко в горку подниматься но все рядом тут этот круг тут такая вот занавесочка картина судакская крепость полномов все покажу да вот так вот обзором всю комнату вот тут у нас короче вы не поверите кухня цвет платье к фасаду подходит кухону тут нам все чистенькое положили все помыли спасибо большое анжелики зефирки пожарили на газу будем может быть еще на чем-нибудь но вот пока так вот так вот вот так вот вот так вот холодильник имеется урна в общем здесь мы обнаружили знаете кого тут ползала видимо она мало вот пол и осталась в щелях вода сороконожку короче заметили она такая страшная я их таких не видела еще бабушки вот чем она тут ползала ползала куруска кстати ничего не значит он не захотел она молодая и такая водянистая еще в общем короче говоря это у нас пакет с этими со шлепками его отсюда убрать стала куртка моя там кружки даже посуду свою взяла вот этот фокус сейчас включаю немножко у меня камера видите прыгает так я вам обзор же показываю все ребят я худею а на овощах на кукурузе реально худеть надо фирмы видите оазис везде тут в общем здесь сделал сороконожка потому что так мне сразу сказал это сороконожка я посчитала с одной стороны 20 у нее лапок значит думаю с другой 20 40 лапок сороконожка попила она здесь в этих щелях потом попала под холодильник там попила вернулась это ужас какой-то потом она за трубой сидела пришла хозяйка хотел ее прогнать ну как бы долбануть ее чем-нибудь но она оказалась быстрее очень быстро и убежала вот говорят что ничего не страшно не переживайте говорит в общем сейчас я буду вам показывать виды не знаю вернется она или нет при вещи не самое приятное так вот у нас есть вот такой тут столик со стульчиками тут все в зелени поэтому не удивляюсь я что всякие сороконожки живут тут даже лиса живут нам хозяйка сказала что тут живут лисы она снимала лис в апреле на тропе голицына там короче говоря вот этот мыс и там лисы ходят вот не даха не заходя на мыс на тропе и куницы говорит и заяц и общем такое вот место пойду сейчас еще наверху поснимаю это там город гору видно хорошо большую я хотела еще перед тем как уж не ушла показать вам что тут есть у нас жильем есть у нас raptor фен утюг вешалки там какой-то покрывало наверное и пляжное покрывальце понижать это прям очень хорошо да еще хотела сказать что у нас тут круг есть плавники я в шляпе вот тут кепки у нас что-то на вечер потеплее гулять будем вот всякие там косметички набрала ну сами понимаете могу вам показать еще и их кому интересно что я с собой взяла туда помогу показать а сейчас пойдемте покажу вам потрясающий просто вид вот это можем вместе с разобрать тоже господи я немножко не выспалась но я так рада так счастлива посмотрите какая красота сейчас такие какие-то разводы а мы приехали не было это какая-то такая ряб что ли там очень красиво сейчас поставим туда пройдем пойдемте я сейчас еще в кроссовках шляпки переодену второй раз поеду вещей возьму мало во первых у меня не будет еды с собой скорее всего так чего-нибудь пощелкать что-то типа гороха будет конечно вот основном пустые поедем второй раз так поднимаемся наверх тут тоже кто-то живет видите прикольно так вылазано ракушками так смотрите пойдем еще с вами кафешку тоже видео поснимаю какой-нибудь ресторанчик мы пойдем вечером буду снимать видео вы посмотрите просто посмотрите куда мы пришли какая это красота вот я буду увеличивать могу не увеличивать красиво я помню эту гору вот потому что мы здесь были два года назад двадцать первом году ты раньше мы здесь были но не в самом новом свете в судаке тут есть вот даже для детей что-то кстати вы мне можете написать в личку если что я вам дам контакты где мы находимся мангалы бесплатная парковка здесь вот могу вам дать контакты и вы сможете приехать тоже посмотрите какой вид заслаждаться этим замечательным местом шикарным но вид просто бомба пушка разрыв просто всего огненный огонь хочу по увеличивать сейчас люблю это дело у меня на пятерку хорошее увеличение смотрите вот это на пятерку на 5 и 3 тоже также там есть какой-то то ли хочу не знаю что знает напишите вот так вот это же мыс или нет это не мыс скажите мне вот это же мыс в Судаке. Что это? Мыс? Как он называется? Тарханхут? Нет, какой-то другой мыс. В общем, вот здесь мы находимся. Вот так можно посмотреть. Дерево тут такое красивое. Там вот тропа Голицына. Я не знаю, даже сможем мы туда дойти погулять, не пойдем. Все-таки идти далеко, жара. А вечером тоже как-то не хочется. Не знаю, посмотрим. Наверное, будем по кафешкам сидеть, гулять в море. Купаться пойдем. Вот. Что-то у меня такое ощущение. Жара уже после обеда и прям вплоть до полшестого она держится. Как вы считаете? Мне кажется, сейчас даже более душно и жарко, чем вот мы приехали. Более душно как-то все нагрелось. Но мы приехали, мыло очень тоже жарко. Так, теперь давайте мы вам сделаем. Делаем вот так вот. Я вам вот так вот сделаю вид этот еще раз. И на 0,5 покажу. Вот на 0,5 такой обзорчик всего. О, потрясающие ребята. За этим видом мы и приехали сюда. Но вам, наверное, интересно будет сказать, сколько по цене. Я все скажу. Сейчас я вам все скажу. 1200 за двоих. Вот у нас домик. Он как отдельный такой. С своей кухней совсем. Второй раз мы приедем в другое место. Будет еще один обзорчик тогда. Там цена повыше. 2000 за день. Но там и больше он сам по себе. И там больше кроватей. Ну, сам по себе номер больше. И вид, видимо, он будет повыше. И вид будет вот примерно такой же. Такая вот потрясающая красота. Друзья. Вот так вот это все. Так что вот. Кому интересно, вы можете. Хозяйка обрезает вот эти вот острые шипы. Нам обрезала. Видите, они все равно отрастают. Вот. Кому интересно, вы можете. Написать мне. Я дам вам координаты. Но пишите лучше не сюда, в ютуб не надо. Пишите, наверное, в инстаграм, в личку. Кстати, жду вас в своем инстаграме. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что я тут стою на жаре. Как вам вообще виды? Как вам номер? Домик наш. Как вам территория? Частный сектор. Вот. А мы будем отдыхать. Я буду еще снимать, конечно же, видео с пляжа. Но это будет вечером, сами понимаете. Посмотрим. Может быть, и днем что-то сниму. Ну, как днем. Ближе к вечеру что-то получится снять. Да. То есть в такую прям жару мы туда даже не пойдем. По крайней мере, сегодня мы пойдем вечером. Я могу поснимать вечером что-то, да. Вот. И, конечно же, вот там вот, где тропа Голицына, прям там в горе есть гостиница. А в ней... Вот даже видно. Я вам покажу. А в ней, конечно же, вон там. Видите? По-моему, что-то там. А в ней есть ресторан. Ох, боже, какие красивые виды, ребята. А в этой гостинице есть ресторан. Это надо сфотографировать. Однозначно. Вот это я уже фотографировала все. Сделаю еще несколько снимков. Боже, как красиво. Я на родине. Я родилась в Севастополе. Так что вот. Я счастлива. Я не люблю все-таки жару. Я привыкла уже и к Питеру. К с тем мы уехали, там дожди у нас начались. Смотрите, что я хочу сказать. Либо вот там. Короче, где-то там ресторан, вот в этих гостиницах. Называется Вино и море. Мы туда пойдем. Я хочу туда. Прям попробовать, что там готовят. Ну, помимо, знаете, обычных кафешек, хочется чего-нибудь такого вкусненького. Там есть и детское меню. Там есть... А вы пока понаслаждайтесь такими видами красивыми. Там есть детское меню. Там есть, пока я вам рассказываю. Устрицы там есть. Там есть какие-то блюда из морепродуктов. Очень вкусная уха по отзывам. Я уже прочитала отзывы. Так что, ребят, я уже все за вас нашла. Кому интересен мой тревел-контент, приезжайте. Я уже все тут нашла. Все уже погуглила перед тем, как приехать. Вот. Раньше украинцы приезжали, конечно, сюда работать. Сейчас, я думаю, их не выпускают просто оттуда. Либо же, может быть, они боятся. Как мне хозяйка сказала, что они боятся. Я думала, их просто не выпускают там, на их родине. Ну, в Россию не выпускают. Не впускают. Не впускают. Не выпускают. Не выпускают. То есть, их бы и пустили сюда, но их не выпускают. Ну, это мои, как бы, так я думаю. Может быть, это и не так. А может быть, вы знаете, как это на самом деле. И напишите в комментариях. Но раньше здесь очень много было украинцев, молодежи, которые приезжали, работали. Именно на побережье. Все, мои хорошие. Вот такой вот у меня был обзорчик. Я думаю, вам понравилось. Я не выпустилась, потому что я не могу долго говорить. Телефон нагревает. Не хочу долго вот стоять на жаре. Пойду. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Мне будет очень приятно. Вот. Мы еще сегодня зефирки пожарили на газу. Вот можно здесь. И шашлыки, и зефирки. Вот еще вам филина, смотрите. Такого сову покажу. Очень красиво. Мне понравилось. А вон там олени. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Чтобы и дальше мы с вами были вместе. И обязательно ставьте лайки. Я пойду немножко разберу вещи. Может быть, будут еще какие-либо видео. Но с пляжа точно будут. С ресторана будет видео. Ну, наверное, на тропу Голицына вон там. Она вон там. Мы не пойдем. Сами понимаете, почему. Потому что вечером куда идти? Вожаров такой тоже не пойдешь с ребенком. Вот. Как-то так. Будем отдыхать. Всем пока-пока. Ну, я не прощаюсь. Я говорю пока. До новых видео. А вот подпишитесь на меня обязательно. Чтобы мы с вами не потерялись. Вы были всегда в курсе моих новых видео. моего передвижения. Куда я езжу, где бываю. Вот так вот. А мы будем здесь еще второй раз жить. Вот. Возможно, я уже и маму звала. Не знаю даже. Она пока не может. Она может в июле. А это жалко. В июле. Вот сейчас бы. Сейчас бы. Потому что сейчас как раз есть. Просто мы бы доплачивали. И все. За третьего человека. Вот так вот. Все, мой хороший. Камень тут просто кипяток. Просто. Вот я руку кладу. Он просто кипяток камень. А я пошла. Всем пока-пока. На моем канале. Увидимся.